И мы находимся в Симане, Рейш Мэмхэт, 248-й Симан, Раммах, количество органов тела человека, количество повелительных заповедей Торы. В этом Симане мы находимся, Динава, Флик, Бесфина, Мэреф, Шаббат. А что, если человеку нужно отправиться в длительное путешествие на корабле, либо на поезде, и расстояние, которое ему необходимо преодолеть, включая неделю, две, раньше люди месяцами путешествовали, а нельзя, можно, какие здесь проблемы в Шаббат. Это то, что мы с вами разбираем сегодня с Божьей помощью. Несколько слов Диврей Мусар рассказывает историю про одного запойного алкоголика. Вот так начинается история Диврей Мусар. В очередной раз приползает он домой и Шаркоах в состоянии, вообще не состояния полного, как бы, да, и от него пахнет перегаром, все, он залазит, и жена заходит и говорит, все, надоело, говорит, я так больше жить не могу. Последний раз, говорит, ты так напился, и еще раз, говорит, такое повторится, говорит, живи где хочешь, домой тебя больше не пущу. Нет, нет, что-то это было в последний раз, больше да никогда, да ни за что, ну, в следующий день все, вообще ничего, как положено. Наступает вечер, ложится, жена засыпает, он лежит, ну и, конечно, все мысли. Мне бы сейчас, говорит, вниз спуститься, к холодильнику подойти, открыть. Стаканчик другой, а что, она даже не узнает, и спокойно обратно. Прочу, вылазит из кровати, спускается, открывает холодильник, стаканчик, второй, третий, четвертый, кажется, что, седьмой, девятый, десятый, опять в дрободан, полностью не вменяемся. Что делать? Ой, запах, запах, я же здесь пахнул, что делать? И надо запить, надо чем-то запить, чтобы она не поняла по запаху, и давай колу какую-то, колу, фужер, наливает колу, значит, фужер. По дороге пьет, надо уже подниматься, в этот момент теряет равновесие, падает, разбивает в дребезги бокал, что-то у него еще было. Так мало того, что он разбивает все в дребезги, так у него еще эти осколки ему отлетают в лицо. И он все лицо исцарапал, с лица идет кровь, он терпит, замер, тишина. Думаю, сейчас жена выйдет, тишина, не проснулась, ну, думаю, это понесло. Заходит в туалет, лицо в крови, короче, моет лицо, берет бинты, надо перевязать лицо. А сам думает, о, что, повезло, у меня же теперь идеальное алиби. Завтра, значит, с утра она меня будет, ты, говорит, опять, а я что? Я говорю, слушай, милая, смотри, все на лицо, кола разлита, разбил бокал, просто поцарапал лицо, да, спустился попить содовое, ты ничего не подумаешь, все, отлично, с этими мыслями перебинтован, и, короче, ложится спать, спит. Утром, вставай, алкоголик, пошел вон, ты обещал. Он встает, я не понял, в чем дело, как, почему, 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 что, говорит, пошел, ты обещал больше не пить. Так я и не пил, я и не пил, что ты, о чем ты? Я, говорит, спустился за кока-колой, взял, потом у меня упал бокал, разбился, я поцарапал лицо, говорит, перебинтовал, перебинтовал, говорит, она, а ну-ка иди, говорит, посмотри, как ты, говорит, что. Он заходит в туалет и видит, что он перебинтовал зеркало, в которое смотрелся, а лицо у него как было, так и осталось. Вот, забавная история, но, на самом деле, это очень глубоким смыслом. Очень часто мы пытаемся, да, как-то справиться с проблемой, решить какую-то проблему не внутри себя, да, а снаружи, а как они подумают, а как я буду при нем себя вести, а что эти скажут, а что те скажут, да. Исправляем какие-то внешние вещи, да, не саму болезнь, а ее симптомы, ее внешние проявления. А на самом деле в корне внутри себя менять не хотим, да, мы перебинтовываем зеркало, ну и смотрим на то, что лицо-то, да, у самих, надо лицо перебинтовывать. Это выдает сразу, это смешно, это, да, это сразу видно. Поэтому, как в той притче, знаете, про отца сына и осла, как едет, короче, идет отец, ведет со собой осла, сын едет на осле, и слышат люди такие. Как не стыдно. Молодой парень, говорит, отец, говорит, идет, а он, говорит, сидит на осле. Ну, отец проходит, говорит, сынок, говорит, слез, говорит, с осла неудобно, говорит, люди, говорит, думают, ну, лучше я сяду на осла. Думаю, а папа, пожалуйста, садиться на осла. Опять. Здоровый мужик едет на осле, а ребенок, значит, рядом идет, вообще не сон. Отец в шоке, говорит, слушай, говорит, ладно, сынок, давай, говорит, пусть осел сам идет, не будем на него вообще садиться. И люди опять, ну, что, какие глупые, говорит, у них осел, говорит, они идут пешком, говорит, рядом с ним, они что, говорит, не понимают, что ли? Короче, он, говорит, ну, что делать, говорит, оба сели на этого осла, а люди, какие, говорит, живодеры, говорит, бедные оселы, говорит, они вдвоем, говорит, взяли, говорит, и на него сели. Как ни крути, люди всегда будут что-то говорить. Кому-то, говорит, что-то не понравится. Рацуй, Миродехав, написано про Мордыхая, и объясняет Тософот в Талмуде Мигела, Драган Мигела. Он говорит, что не все любили Мордыхая, были те, что как бы ты ни старался, каким бы праведником ты, как бы ты всех ни спас, что бы ты ни сделал, всегда есть кто-то, кто скажет против. И человек, который пытается всем угодить, несчастный человек, потому что всем он никогда не угодит, да, а у него будет очень изменчивое настроение, он будет постоянно под всех подстраиваться. Надо иметь внутренний стержень, надо знать, что есть в жизни правда, держаться ее, и наоборот, люди это чувствуют, уверенность чувствуют, принципы, это они любят, за таким человеком они тянутся. А человек, который куда веет, пойду, под этого я такой, под этого я такой, здесь у меня голос такой, здесь у меня голос другой. В итоге сам несчастный человек, да, и расти в таком состоянии невозможно. Окей, это что касается Диврей Мусара. Итак, друзья, мы говорили с вами про самолет. Про 36-часовой самолет человеку нужно лететь из Сан-Франциска в Австралию. Как быть, да, и мы сказали, что если, в принципе, есть, которые говорят, что если он вылетит до Шабата и прилетит после Шабата, то это разрешено. Есть, которые запрещают, и тем более, если взлет или посадка в сам Шабат нельзя, он даже пишет, что даже если случайно, аварийно, должен был пролететь в пятницу или задержали рейс, и ты пролетел и сел в самолет в Шабат, ты не можешь выходить из самолета. До конца Шабата. Пока не расстреляют службу местную. Я не знаю, как это работает, но он говорит, если не дают, если уже прямо тебя вытаскивают оттуда, тогда выходи и должен стоять на том месте. Нельзя двигаться, потому что все аэропорты находятся, мы сказали, за пределами Тхум, за пределами той черты города и одного километра от города. А значит, там у тебя пространство для передвижения. Четыре локтя. То есть, если ты оказался в такой ситуации, ты буквально в своих четырех локтях не можешь никуда ходить. Ты вышел с чемоданами, здравствуйте, вот сел и на это место празднуешь Шабат. Не дай Бог, да, в такое испытание попасть, но так или иначе, он говорит, что... Что во всех этих ситуациях, когда ты уже попадаешь в такую ситуацию, что нужно лететь или ехать, и там Шабат и прочее, всегда лучше спрашивать, да, конкретно ситуацию, да, у Равина. Ракевет. Наконец-то. Поезд Хашмалит. Электричка. Электропоезд. Амуперет Альядей Мануа Хашмали Альядей Гой. Который приводит в действие и управляется не евреем, да, машинистом. Асур линсо Бабы Шабат. Нельзя пользоваться им Шабат. Даже если этот поезд, о электропоезд, он едет, неважно, он не для тебя останавливается. Он останавливается на каждой остановке, сам по себе, и едет дальше. Это фантастика. Почему он так устрожает? Да, и неважно, причем, это поезд внутри города такой ходит, или междугородний. Что есть проблема Тхума. И там, и там нельзя. Да, в Шикарке, Ракеве, Демала, Меасара, Фахим. Несмотря на то, что если замерить расстояние пола вагона, то оно от земли выше 10 тэфахов. А мы говорили, что все, что выше 10 тэфахов, это Маком Птур. Тем не менее, Миколь Маком Меахарва, Галгалимум Дима Лакарка. Но, тем не менее, так как сами колеса касаются земли, Хашив Киараса Михта считается, что он опирается на землю. Что здесь нет усиления мощности из-за еврея. То есть, очень интересно. Миколь Маком Маком Ешла Ассор Мишум Зилута Дэ Шаббат. Вот Каматэ Амми. Вот тебе как бы и на. Вот тебе наше метро, которое люди говорили, можно ездить на метро. Нет. Хоть метро, оно и электрическое, смотрите, что он пишет. Во-первых, говорит, хоть пол вагона метро или любого электропоезда 10, больше 10 тэфахов, тем не менее, так как колеса упираются на рельсы, считается, что он упирается на землю. И, во-вторых, то есть это будет запрещено пользоваться метро. Даже, хотя остановки не из-за тебя, они и так, и так делаются. И твой вес, он ничтожен по сравнению с весом поезда. То есть, на тебя там особенную мощность не добавляют для поезда. Нельзя. Почему? Мишум Зилута Дэ Шаббат. Из-за пренебрежения к Шаббату. Вод Каматэ Амин. И еще нескольким причинам. Вот тебе Ялкут Юсеф, который облегчает. Пожалуйста. Где что-то? Нельзя, говорит, пользоваться электропоездами со всеми, что мы говорили, вещами. Нельзя, говорит. Зилута Дэ Шаббат. Интересно. Интересно, потому что, выходит, тогда и трамваем нельзя пользоваться, да? Какая разница, что такое трамвай? Это тот же вагон, на том же электричестве, на тех же рельсах. Тоже высокий, но получается, если нету проблемы с воровством, то есть, у тебя там какой-то проездной, или тебя знают, или ты купил, и он не для тебя остановился, а там еще были люди, открылись двери, и ты просто зашел на него и проехался. Зилута Дэ Шаббат. Фантастика. А автобус другой тогда получается? Я думаю, еще хуже. С автобусом. Окей, он устрожает, он интересный. Интересный. Нельзя, говорит. Зилута Дэ Шаббат, выот камата амим. Асур, 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 асур. Да, и не из-за тебя, да, не для тебя, да, 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 но все равно нельзя. Прикольно. Шафаль пишет, что не слово шейн, базе мишума. Гверет зерем, вето сефет, аносе айуды. Все равно нельзя. О. Интересно, да, если он запрещает, а то, что тогда разрешает. Итак, человек, который живет в Москве, но живет далеко от синагоги. И единственный способ ему, вот, быть причастным к еврейству, это воспользоваться в Шаббат этим поездом. А, подождите. Или трамваем, который водит неевреи, который, понятное дело, там, да, неевреи, сам ездит. Ну, как ему, что ему теперь, жить на отшибе одному или все-таки можно приехать? В его церет была вахи бехоль тахана. И он и так, и так останавливается на каждой остановке. То есть ему не нужно будет просить, нажимать клон, ничего не надо будет делать. Просто он сидит, вообще, независимо от него, все делается. Поезд продолжает ехать. Вешлаху шемьямана милаво. Бегай, доказал, давар, я вето, мишпахто, лидей, итбулы, лудха, сушалам, вот откуда. А-а-а-а. Окей, вы посмотрите, вот, да, есть, есть разрешение. И если тот факт, что он живет на отшибе, не дай бог, может привести со временем к полной изоляции его семьи, они без торы, без синагоги, без этого живут, как бы на праздники не ходят, никуда не ходят. Хас вешалом тогда имму шоэл, имму тарло линцо оберакеветел нашивлоле тир. Уефрат имхуметалтел, это картисеа бекисо, лахенешли от сияло имешу. Альберт, вот уже другой вопрос возникает. Он же не только в шаббат, другой день может пойти, чтобы не быть оторванным. Нет, самая большая связь родной шанва – это праздники и шаббат. Ты представляешь такой шаббат, сидеть дома? Вот в квартире. Ты выйти не можешь, да? Ты ни в синагогу не ходишь, ни три молитвы, ничего, дома запер. У тебя три дня шаббата, ты дома сидишь. Это и есть самое большое время, когда человек окей, остальные молитвы, холь, все заняты делами, приехал там Мин Хамалев, а шаббаты и праздники – это самые большие общинные вещи, это самая большая связь с общиной. Это сильнейшее считается. У нас, кстати, Баруха Шем, Оле Яков, чтобы вы знали, скажите своим друзьям, что для тех евреев, которые хотят переехать в центр, община помогает, доплачивает им разницу. Вот то, что они снимают себе там, да, в Жулебино. Готовы купить квартиру. А? Община готова купить квартиру, слышишь? Ну, не настолько сейчас. Но доплачивают, да, надо пройти там, туда-сюда, и просто человек становится частью общины, и все, и он снимает и живет рядом с общиной, чтобы он мог соблюдать шаббат. Молодые семьи, которым тяжело, которые из-за этого вынуждены снимать где-то на отшибе, и у них нет синагоги, нет ничего рядом, пусть звонят, будем это делаем, решать. Итак, так что он говорит? Вот, да, такой человек, то есть он живет на отшибе, и у него единственная возможность воспользоваться этим трамваем, этим поездом. Так вот, надо так. Если он подойдет к тебе и спросит, а можно мне на поезде приезжать в синагогу? Не говори ему, что можно. Здесь тебя спросят, нельзя отвечать, да, можно. Тем более, если он будет переносить билеты, то есть он как-то должен зайти, он будет что-то наносить и так далее. Поэтому, по возможности, нужно всегда советовать, слушай, а может ты снимешь квартиру, да, поближе на шаббат, да. Ну, как правило, да, с московскими ценами я пытался вот несколько человек уговорить, на шаббат сайт-квартиру. Тоже у них какие-то космические цены получались, с трапезами там, но это, да, не каждый может себе позволить. Но если он второй раз подойдет к тебе и спросит, вау! Просто вижу такой псак. Нужно закрыть на него глаза, чтобы приблизить его и не оттолкнуть его окончательно, да. То есть, как бы, ну, короче, вот так он говорит. То есть, да, да, чтобы человек полностью не отошел, сказать ему, пусть приезжает. Но что-то не похоже, что да, можно, да. Это явно не да, можно, но как бы окей, что делать? Не осаждают город во время войны менее чем за три дня до шаббата. Если вы захотите осадить город в ближайшее время какой-нибудь, да, то не делайте это ближе к шаббату, то есть как минимум со вторника. И даже если это заповеданная война, тоже нельзя делать в шаббат ее. Не начинают войну в сам шаббат, и даже за три дня до шаббата. То есть, не менее чем три дня до шаббата. Однако, если есть какая-то угроза для жизни, все мы помним войну с судного дня. Йома Кипури. Когда враг воспользовался тем, что евреи знают, что самый святой день, все и были в синагогах, евреи молились, постились именно в этот день. Страны объединились и ударили. По Израилю со всех сторон начали наступление. Если есть сакана, что, например, даже не то, что опасность для жизни, а просто, что враг укрепит свои позиции за это время, или будет опасность, тогда можно начинать боевые действия даже в ревшаббатами, митхилу хвар, милхэма, амшхал, айлхэма, афилу бешаман, аммилхэма, айлхэма, айлхэма, но если война уже началась, то можно продолжать войну. Даже если это война, айлхэм, уже что делать, война началась, значит, уже война. Ох, даже здесь про войну. Окей. Вот, пожалуйста, ребеночек маленький, который приболел, пожелтел, посинел, позеленел, и нельзя ему делать бритмилу вовремя, на восьмой день. И нужно ее бритмилу отложить. Ганитропе бьем хамищи. И вот ему полегчало в четверг. Обьем шиши. Или в пятницу. Асурлы мало бьема хамищи о шиши. Не делают ему бритм ни в четверг, ни в пятницу. И таков у нас обычай. Потому что есть опасность, что если ты ему сделаешь за два-три дня, три дня после бритмилы, еще повязочки, еще нам надо менять, и придется из-за него нарушать шаббат. У него же ранка будет, рана. И тебе три дня придется за ему перевязки. И получается, ты заведомо делаешь ему бритмилу перед шаббатом, понимаешь, что снимать бинты в шаббат, кровь пойдет. Не знаю, если уже и так, и так, ты время пропустил восьмого дня. Делай бритмилу за благовременно. Не в шаббат, и даже не в четверг. В среду, не позже. Ну, это сепарадим, который устражает. Да, конечно, это милан, и он решен. И поэтому пусть перенесут бритмилу в этом случае на воскресенье. Уже и так перенесли. В четверг ему полегчало. Можно, в принципе, делать четверг. И ты бы подумал, каждый день без бритмилы это страшное дело. Надо как можно быстрее сделать бритмилу. Тем не менее. Нет. Перенеси на воскресенье. Если есть обычай такой, сложившийся в общине, что они делают бритмилу такую, которая шла без мана, которая не вовремя. Даже если она ребенку полегчала в четверг или в пятницу, и это так делают. Окей. Если такое обычай есть, есть им на что положиться. Но если обычай непонятен, нужно устрожать. И даже утверждают, которые есть среди них, которые говорят, что нужно перенести бритм в этом случае на воскресенье. АВАЛЬМУТАРЛА АРОХМИЛА ШЕЛО БИЗМАНА ТОХ ГИМЕЛЬЯМИМЛЬ ЙОМТОВ Но, удивительно, но касательно ЙОМТОВа закон не тот. Можно делать бритмилу вот эту вот, которая не на восьмой день, менее чем за три дня до ЙОМТОВа. До шабата. а до ЙОМТОВа можно. ВУАДИМ БАЗЭЙГАМЛИГАБЕМИЛАТГЕР То же самое кажется обрезание еврея. Мы знаем, не ГЕРА. Мы знаем, что три шага есть принятие еврейства. Это МИЛА, это КАБАЛАТА МИЦВОД, а если это еще и мужчина, то это еще и бритмила. Так вот, бритмила, ГЕРА, то же самое ШЕЭННЕМУЛОБИМЕЙХАМИШИВИШИШИ. Нельзя делать обрезание в четверг или в пятницу. ГДЕЙШИЛОИТ СТАРХУЛИХАЛЕЛАВШАМАТБЬЕМАШЛИШИНАМИЛА. Чтоб так не получилось, что в третий день от момента обрезания ради него пришлось во время перевязок нарушать шаббат. То есть делайте брит, пожалуйста, окей. ГЕРА тоже там, у него нет определенного. То есть он там ждет, 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 уже перенеси-ки так, чтобы это было в начале недели. Да, не перед шаббатом, а как-то, да, заблаговременно. Окей. КОЛЯ АМУРГУДДАВКАБЕМИНАШИИИБЕВАДАЙШИЛОБИЗМАНА. Но все, что мы сказали, это только касается бритмилы, которая точно не вовремя. То есть не вовремя. Восьмой день прошел. АВАЛЬБЕНУЛАТБЕЙОМУРГИДУДЭЙН АШМОШЕ. Ну, если это ребенок, который под сомнением. Он родился в сумеречную зону во время красной луны. Да, нет, просто сумеречную зону. Имеется в виду в период сумерек, когда вроде бы, как бы, непонятно, закончился день. То есть, ВДЭЙНА АШМОШОТ. Пятницы и шаббата. В это время. Что такого ребенка обрезают в следующий четверг. И нельзя перекладывать в этом случае А обрезание делают в четверг. Потому что, возможно, мы знаем, что в четверг вечером, это уже пятница, если он родился в ВДЭЙНА АШМОШОТ, возможно, это и есть восьмой день его. А четверга до четверга сколько дней? Нет. Классический. От пятницы до пятницы. От воскресенья. Это восьмой день. Нахон. Получается, если он родился с пятницы на субботу, в ВДЭЙНА АШМОШОТ, его восьмой день придется на... Никто не знает. Опять же АШМОШОТ. Но опять-таки на это время, да? В чем проблема? И мы должны решить, он пятничный или он субботний. Когда есть сомнения, мы уже не можем до Халаль-Шаббат, да? Если МИЛА БЕЗМОНО, если МИЛА вовремя, она отодвигает Шаббат. Потому что написано ВДЭЙНА АШМИНИ, то есть вот именно в восьмой день, как говорит ГИМАРА Шаббат, да? ВДЭЙНА АШМОШОТ. А? Воскресенье делаешь? Передвигаешь через один день? Нет. Нет, он говорит. Нельзя передвигать на воскресенье. Делай раньше. ВДЭЙНА АШМОШОТ. Раньше? Да, ВДЭЙНА АШМОШОТ. Потому что, возможно, АСУРЛИТХОТ ЭТАМИЛА ЛАХАРА ШАБАТ. ВДЭЙНА АШМОШОТ. ЭЛА МАЛИНО ТОБИЁМ ХАМИШИ. КИШЕМА ЗЕУАЁМ АШМИНИЛА ВДЭТО. Возможно, это и есть восьмой день. ВДЭЙНА АШМОШОТ. Я знал, что и пятница нельзя, и шаббат нельзя, и пятница нельзя, и шаббат нельзя. Через я имею в виду. Которые точно подозрительные дни тогда точно нельзя, а на один день следующий. Я так знал. Он говорит, нельзя передержать. Если есть сомнения, пятница или суббота, в субботу нельзя, потому что может нарушить шаббат. Делай пятницу. То есть четверг, он пишет. ЙОМ ХАМИШИ, это четверг, да? КИШЕМ АЗЕУА ЙОМ АШМИНИЛИЛИЛИТО. ВИМИЛА БИЗМАНА ОСИМ УТАБЕ ШАБАТ. БЕКОЛЬШИ КЕНБЕ ЙОМ ХАМИШИ. ВЕЛО ОДЕЛА АФИЛУАНУЛАТБЕ ЙОМ ШИНИБЕ НАШМАШОТ. Более того, даже если человек родился в понедельник, БЕНАШМАШОТ. А на следующей неделе как раз праздник Роша Шана, который во вторник и в среду подряд, то разрешается сделать ему обрезание в четверг после Роша Шана, потому что во вторник ему сделать обрезание невозможно. КИШЕМ АЗМАН БЕНАШМАШОТ ЛАЙЛАУ ВЕХАШИ ВШНУАТБЕ ЙОМ ШЛИШИ. Потому что, возможно, он родился в сумерке ЙОМ ШИШИНИ. Возможно, это уже был ЙОМ ШЛИШИ. А ЙОМ ШЛИШИ... ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЧТО ВОЗМОЖНОЕ. ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЧТО ВОЗМОЖНОЕ. КОМУТРЯ bug... Да-да, тут такой праздник детский. Смотри, какая красота... А, тут не видно ничего. У нас закрылся ШАРИКОВ. Да. Ну, короче, там просто свадебный зам. С РАТАШИ. Сегодня большой детский праздник. Альберт, извини, пожалуйста, МИХА будет же, как обычно, сегодня вечером? Потому что что не получилось, из-за праздника сегодня все на месте будут? Я думаю, все будут на месте, даже будет много людей. В каком состоянии будут люди, вот это уже как бы остается выяснить. Поэтому мы начали с истории соответствующей. Соответствующей. Окей. Короче, с этими все непросто. И, да, что он пишет. То есть, если ты сомневаешься, это был понедельник или вторник, а вторник это уже рожь шана, то придется переносить аж на хамищи. Субтитры делал DimaTorzok А если выпадает Алабела в четверг, то делают это именно в четверг днем. Окей, хорошо. Так. Короче, для чего мы все это привели? Чтобы знать, что Бритмила, которая не вовремя, не вовремя, ее не делают близко к шабату. Чтобы не получилось, что в шаббат тебе придется обрабатывать рану, и тем самым ты нарушишь шаббат. А потом мы уже ушли, что есть, есть, которая вовремя, есть, которая не вовремя. Итак, согласно сказанному, выходит, что начиная с пятого дня, с четверга и далее, запрещено делать какое-то действие, следствие которого приведут, которые могут привести к пику ахнефеш и в результате к хилуль шабату. То есть нельзя делать что-то сейчас, до шаббата, что в итоге может привести к какой-то критической ситуации в шаббат, и тебе придется нарушать шаббат. Сказать, а, ну шаббат же можно нарушать ради пику ахнефеша, но ты не создавай ситуацию, в которой этот пику ахнефеш произойдет в шаббат заведомо. Например, да, мы сказали делать Бритмилу, а Бритмила, кровь, малая инфекция, что-то, не дай бог, что, да, надо нарушать. То есть изначально делать так, чтобы, да, эти три дня не попались, там не было шаббата. Поэтому все виды операций, которые не являются там какими-то там же вопросом жизни и смерти, например, там вырезание миндалин, как это, аденоиды, гланды, аппендицит, я не знаю. Он пишет, да, аденоиды. Да, чтобы делать в начале недели, битхлата шавуа, возможно, нужно будет, да, что-то еще там доделывать или, да, чтобы это не был шаббат на эти дни, чтобы несколько дней прошло после операции нормально. Но есть, которые облегчают, если ты стоишь в очереди к доктору, да, вот мы детям делаем там просто запись на три месяца. К нашему доктору, который делает миндалин, эти аденоиды удаляют. Три месяца, и вообще попасть невозможно. Поэтому это за деньги. То есть это, если ты хочешь, если в этом, то ты просто не можешь передвинути, у него, вот он у него освобождается. И поэтому, если ты сделал битхлата, мне бы у тебя доктор сказал, только в пятницу могу. И ты сделал эту операцию, саму хлы шаббат, прямо перед шаббатом. Мутар ле хале шаббат, кольцаргая хуле чеш бусакана. Конечно же, можно теперь полностью нарушать шаббат ради этого ребенка. И так было у нас один в один, это было в пятницу. Да, и нужно было маме остаться, и там все, что надо делать, если необходимость есть. Ребенок в опасности, вообще ребенком все считается в опасности. Можно нарушать шаббат. Но если это что-то срочное, можно и в пятницу, и в четверг, не опасаясь, что это что-то срочное. Доктор говорит, слушай, срочно под нож человека переносить не надо. Вешмище катавши на хенрову шилоды кацец гаг мием гей ва эйлах. А что такое леца кет гаг? Есть, которые говорят, что неправильно леца кет гаг, крышу, начиная с четверга и далее. Потому что потом им понадобится нарушить шаббат во время шки. Ваимосе, кен, бедерах етергегон шамийом шиши потхим это маем беззером халаш, где шаву хамаем алейцикка. Бемеших ажа, а это у нас было. Это слив, ливневка, ливневка. Итак, да, ливень. Ливневка, да, ваимосе, ках, бедерах етергегон ши мием. Так вот, запрещено это делать. Придется нарушать шаббат сашки. Ваимосе, кен, бедерах етергегон ши. Чтобы все это попало в ливневку еще уже в шаббат, на протяжении шаббата. Ваимосе, кен, бедерах етергегон шаббат. Окей, не знаю, не так важно. Помните историю, да? Если выходит караван, караван идет в пустыне. Нельзя присоединяться к этому каравану, если он выходит менее чем за три дня до шаббата. Потому что ты понимаешь, что они пойдут дальше. Они в субботу останавливаться не будут. А тебе придется остановиться. И ты останешься в пустыне один. Да, поэтому изначально не ставь себя в эту ситуацию. А только если ты вышел заблаговременно, и идти три недели, ну что такое делать? Тогда выхода нет. Вечера только гимнадамил на шаббата. Вальб, йом, лишон, шейни, вышлищи. Выходи в воскресенье, в понедельник, во вторник выходи. Мутар лацет. Ви махарках, яраэ. Яре ло. Саканависрек, лекалеш, вадв, не пекуах, нефиш. А если потом случится какая-то вещь. Ты вышел в понедельник, но заблудились, сбились с пути. И да, и шаббат, и пекуах, нефиш. И тебя остаться не можешь. Дикие звери, холод. Да, тогда мутар. Лыханет шаббат. Пекуах, нефиш, мутар. Помните, мы говорили. А то же самое касается кораблей. Я, кстати, разобрался. Мы вчера искали с Ромбицарелем. Искали. В чем причина? Если ты находишься на закрытой территории. И у тебя на закрытой территории маленький прудик. И ты хочешь поплавать на лодке в этом пруду, закрытом. Нельзя. Это кзейрат хахамим шема. Что ты сделаешь плод. Соорудишь себе какую-то лодку. Как неудивительно, да. У меня была такая ситуация в жизни. Рассказано просто раз, что я не мог. Я вот, я просто думал, ловал голову. Не мог придумать. А в чем проблема? Сесть в лодку в шаббат. Можно открыть. Нет, нет. Закрыта маленькая лужица такая. Пруд. Пруд стоит лодочка. И вокруг стоит забор. И носить можно. И нет никаких проблем с шутом, с тхумом. Вообще, почему нельзя плавать? И ты ничего не чинишь, не ломаешь. Только, знаете, лодка там. Весла. Водоизмещение происходит. Водоизмещение? Ну и что происходит? Водоизмещение. Какая работа? Ты двигаешь воду. Как какая работа? А можно двигать воду. Ты можешь даже взять оттуда ведро и пойти и себе домой отнести. Ты внутри закрытой территории. Случилось так. Мы были на Шабатоне. Турамит Сион. Шабатон. У всех коттеджи. И на территории Шабатона внизу красивый пруд. И так все сделано. Весь Шабатон окруженный Рувом. Все все носят. Все нормально. Посредине этого пруда был маленький островок. И там были уточки. Мы решили Шабат, романтика, все дела. С женой проедемся до этого пруда. Поймаем пару уток. Зажарим их после Шаббата. Не. Решили просто проедем. И стоим у этой лодки. И думаем, можно или нельзя. Ну почему нельзя? Оказывается, в итоге так ничего внятного тогда не сказали. Но мы видим из наших законов, да, что тоже нельзя, есть запрет пользоваться, плавать в Шабат. Не только телом, но и на лодке. Гзерат хахамим. И поэтому только если ты сел на этот корабль заблаговременно. Если ты сел заблаговременно, понедельник, вторник, среда, и ехать надо, владеть за столько полмира, объехать четыре месяца, окей, тогда да. Тогда ты на корабле, это уже твое место. Тогда ты уже там. И тоже мы учили, что ты не можешь сойти, если он остановился в Шабат и так далее. А вот еще интересно, если человек берет караван, и он отправляется в Эрец-Исраэль. То он может воспользоваться этим караваном даже в Эрец-Шабат. А как мы сказали, только за три дня. Потому что это двор Митсва. Он должен, во-первых, ходить одному по пустыне, это смерть. Да, точно не опасно. А поэтому все ходили караванами. И он понимает, что есть такая возможность присоединиться к каравану. Так он хочет присоединиться к каравану на здоровье. И если случится так, я рассказывал эту историю про мальчика, да, знаменитая история тоже древних времен. Удивительная история про мальчика, еврея в Багдаде, которому пришло наследство. Да, но получилось так, что он бедный голодал, кормил мать с кучей детей. Мать была вдова. Но у них умер дядя где-то там, за пустыней. И оставил им большую сумму денег. Но некому было пойти. И пошел мальчик. И мать отдала последнее, что у него было, включая свое обручальное кольцо. Да, чтобы только мальчика взяли с собой. А тот аферист сказал, да, 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 в шаббат я его не брошу, не брошу. А когда наступил шаббат, он ему сказал, слышишь, не морочь голову шаббатом, мы идем дальше. Мы останавливаться не будем. И мальчик сказал, ну ты ведь обещал. Он сказал, обещал, не обещал, до свидания. И они оставили мальчика одного в пустыне. И он встречал шаббат, зажег свечи, начал петь. И тут случается, тут уже просто, да, и случается невиданное. На него нападает гигантский лев. В клочья. Удивительным образом мальчик останавливается, сердце он замирает. Лев ходит вокруг него и ложится. Ложится рядом и спит. А у него все занемело. Он там вообще до конца шаббата в инфаркте. А потом он понимает, что Всевышний послал ему этого льва. Льва-лев дружеблюбный, сытый, рядом лежит. И ни одно животное к нему не подходит. Потому что с ним рядом лев. А потом он в итоге с этим львом подружится. И на этом льве догонит этот караван. И заберет кольцо мамы. И в итоге сделает то, что он должен был сделать. И так это запомнит. До сих пор эти легенды складывают про мальчика на льве, который приедет за наследством на настоящем льве. В заслугу чего он очень любил шаббат. Он рискнул, но остался в шаббат. Так тут, окей, легенды легендами. А что делать Палахе? Он говорит, если даже ты договорился, они тебя как в этой истории обманывают. Говорят, а мы не хотим останавливаться на шаббат. Он может продолжить вместе с ними движение, перерасчитывать на то, что тебя спасет лев, как в этой истории. Не надо, нужно, ну что делать? Придется продолжить путь вместе с ними по пустыне, чтобы не оставаться одному. Окей, друзья, это был симан. Рейш мем хет. Рамнах аверав вешиса гидав. Следующий симан. Дзенима шахим лейрев шаббат. Будем говорить про лейрев шаббат. На этом мы с вами заканчиваем вопросы. А ты можешь в итоге объяснить, почему нельзя плавать в шаббат? Это к зира. Мудрецы опасались, что когда ты оказываешься на воде, сама конструкция лодки, она такая, что ты заходишь, чтобы починить, доделать, собрать, собрать еще что-то, соорудить. Потому что вода – это не среда питания человека. Опасаемся, что он заходит к зира. Гзират хахамим. Запрет мудрецов. А самому почему нельзя плавать? О, это вообще другая причина. Это вообще другая причина. Самому нельзя плавать. И то можно, да, нельзя все тело, нельзя горячая вода, куча законов там связанных и с Хитая, и полностью, да. Все это было, это такана, были такие люди, они жили в Твери, у них была там связанность с водой, они провели через горячий источник трубу. Они сделали горячую воду как? Был горячий источник, они туда поставили трубу. Холодная вода шла через эту трубу, и окруженная горячей водой, и выходила горячая вода. И в шаббат они этим пользовались, и мудрецы запретили вообще использовать горячую воду. Из-за этого, потому что люди, банщики недобросовестные, продолжали греть воду в шаббат. А обманывали, говорили, что делали это до шаббата, что нагревали воду до шаббата. И тогда мудрецы вообще запретили купаться. А с тех пор, как введен запрет, это что касается горячего. То есть там очень много вопросов вокруг да около. То есть схита, выжимание волос, как сделать горячую воду, да, прочее. Но на самом деле само купание всего тела. Можно мыть руки, лицо, голову. Отдельно можно все части тела помыть. Отдельно. Опять-таки водой, которая разрешена мыть, заранее приготовленной. Приготовленной, да, в Йом-Тов, если ты заранее подогрел воду до Йом-Това, можешь полностью, да, помыть тело. В шаббат, даже если ты заранее приготовил воду, не можешь. Поскольку я помню, только лицо и руки. Да, в этом разница между Йом-Товом и шаббатом. Отдельная история, да, что касается шаббата, но плавать, то есть не в воде, а на воде, да, это кзират хахамим, поэтому это тоже, да, запрещено. Если только ты заблаговременно на эту лодку не сел. А здесь мы с вами прерываемся, работая, желаю всем хорошего, плодотворного, успешного дня. Завтра байзрата шэм. Шаббат шалом. Спасибо. На следующей неделе. Всем шкува.